Продолжение следует... Знаете, наша история так велика, и столько много тайн в нашей истории, что капля за каплей, шаг за шагом мы начинаем восстанавливать нашу историю. Но я уверяю вас, завтра все снова забудется. Завтра вы и это уже не будете знать, потому что время быстротечно. А за Россией есть такой мем «Иваны, не помнящие родства». И вообще, Иваны не помнят своей истории. Такова ситуация в нашей стране, она была всегда. Итак, я хочу рассказать вам о восстаниях, которые прокатились по территории Советского Союза в течение многих лет. Они прокатывались, огромное количество людей было расстреляно. Об этом не говорят, иногда говорят, вот там пять расстреляли. Вот посмотрите на эту картинку. Это Новочеркасский бунт. Сколько народу на площади? А если начать стрелять по людям, сколько их погибнет? Что, пять? Ну, вы сами серьезно должны понимать. Люди-свидетели говорили, что тысячи, тысячи и тысячи вывозили машинами, самосвалами, грузовиками. Вы возили людей с площади, посмотрите, сколько их. А ведь это только площадь. А в улицах, что творилось, люди все пребывали и пребывали. Но ведь не это главное сейчас. А нам с вами нужно понять, отчего проходили эти бунты. С какой стати вдруг народ начал бунтовать? Ну, была ли причина? Да. Если вы откроете официальные источники, то это все были голодные бунты. А хорошо так прикрылись, да? Вроде как и страшно, это же голод, голодные бунты. Так оно и было-то, в принципе. Но основа ведь не в этом. Основа совершенно в другом. Мы с вами только что проговорили о Норильском восстании 1953 года. Это что было, скажите? А оказывается, в Норильске было восстание 1949 года. Почему? Что из-за голода? Да их постоянно морили голодом всех. А это города. Десятки городов в одно и то же время. Почему? Что голод так наступил? Вот срочно наступил голод. Июнь. Да, там, по-моему, конец мая, июнь, июль. Это что, наступил голод? Десятки. Просто десятки городов восстали. Мы ничего не знаем об этом. Вы знаете об Одесском восстании? О Чемкенте? О чем вы знаете? О Сумгаиде восстания? В одном Норильске их было несколько восстаний. Больших восстаний. Больших. С подавлением большого количества людей. А мы давайте вернемся с вами к небольшой истории. В 1948 году. Маршал Жукова Сталин всячески начал зажимать. Да, вроде как, да. Восстание, голод и Маршал Жуков. А вот послушайте, как все завязано. Даже слишком завязано. Просто нужно уметь складывать пазлы. Об этом никто не говорит. Это невыгодная тема на самом деле. Никто не говорит. Но и продумать так тоже не каждая голова сможет. Почему вдруг эти вещи связаны воедино? И что же их связывает? Каков тот морской гордьев узел, который завязан в этих восстаниях? 20 января 1949 года было принято специальное постановление Политбюро ЦК ВКПБ по военно-начальнику, которым отмечалось товарищ Жуков, давший волю безудержной тяги к стяжательству, использовал своих подчиненных, которые, угодничая перед ним, шли на явное преступление. Указанные выше поступки и поведение Жукова на комиссии характеризуют его как человека, опустившегося в политическом и моральном отношении. И после этого Жукова перевели руководить за штатным Уральским военным округом. Но согласитесь, что после такого постановления Политбюро, да ему ничего не оставалось делать, он понимал, что снова наступает 1937 год. И только потому, что все товарищи его проголосовали против того, чтобы Жукова посадить. Но, собственно говоря, высказались в поддержку Жукова. Поэтому Сталин побоялся его сажать. Но отправил в заштатный Уральский округ. Зачем? А Жукову ничего не оставалось. Или смерть в ГУЛАГе. Он понимал, что все. За ним пришли. Воронок приехал. Его пока не скрутили. Но Воронок приехал. Поэтому, когда его отправили в Уральский военный округ, ему Сталин дает секретное задание. И вот тот же, у кого ничего не остается делать, как выполнять это задание. Задание заключалось в бомбежке своих территорий Советского Союза. С Урала начали. Урал, Сибирь и потом средняя полоса. Казахстан, Казахстан, Одесса – все это было покрыто мраком. Тайный большой военный мальчиш-кибальчиш отрабатывал свое задание. А иначе мальчишу-кибальчишу нужно было идти в ГУЛАГе как рядовому солдату, разжалованному из маршалов, из царя победы вдруг в простые солдаты. И поэтому Жоков отрабатывал задание Сталина. И задания-то были в том, что бомбили ядерными бомбами, бомбили Урал, Сибирь. Если вы скажете, что народ, конечно, можно сказать, что народ – это быдло, ничего не соображающее. Нет, друзья. Народ тогда, это же было послевоенное время, народ понимал, что с ними делают. Народ понимал, война только что прошла. А ведь сейчас идет СВО, вы видите, как идет СВО. У вас какие-то свои мысли есть. А тогда шла война. А что было по-другому? Так вот, когда начали бомбить города, когда это была далекая Сибирь, это было одно. Урал. Ну, а там дальше уже люди стали подниматься. Они не хотели, чтобы их бомбили. Но они терпели эти бомбардировки, терпели много лет. В Норильске, 1949 год. Начали с ГУЛАГов. Бомбили ГУЛАГи. Вы понимаете, что людей загоняли в лагеря и сбрасывали бомбы? Нормальное явление. Абсолютно нормальное явление. Когда 14 сентября 1954 года была взорвана атомная бомба. Советский Союз сам над собой взорвал. Ну, вам скажут, были испытания. Какие испытания? Народ – это что, мыши? Нет, народ – это люди. Испытания на тысячах, на миллионах людей? Нет, это не испытания. Это шло просто уничтожение народа. Запомните. 1954 год. 14 сентября. Взорвана атомная бомба. Начали бомбить весь СССР. А люди что? А вы думаете, что люди… Да, сначала люди терпели, конечно. В 1949-м, когда бомбили Норильск, люди терпели. А потом восстали. Они не захотели терпеть. И неважно. Они же были люди. Они не были зэками. То есть, они сидели не за преступления. А из-за того, что Сталину нужны были бесплатные рабочие руки. Поэтому проводили всякие преступления. То есть, бомбили. И Норильск, и другие города бомбили. Но народ заставляли молчать. Расстрелами, уничтожением, похищением, расправой зверской. Народ молчал, народ боялся. Бомбежки населения скрыли под названием голодные бунты. Ведь наступила, в это время, наступила ядерная зима. Это были холодные годы. 60-е, 61-е годы начали бомбить среднюю полосу России. Уральскую, Сибирскую. Да все подряд бомбили. 1961 год. И в это время люди восстали. Они понимали, что их бомбят. Ну, если летом выпадает снег, и наступают морозы, сейчас говорят, о, там какое-то оружие работает. Никто не думает о том, что над ними вверху взорвали атомную бомбу. Не думают. Ну, это уже, друзья, образование. Это образование. Нужно понимать, что это такое. Поэтому я хочу вам рассказать о восстаниях. Но восстания были в связи с атомными бомбардировками. Люди восставали против бомбардировок, когда их бомбили свои же. Люди это понимали. Итак, Жукова это спасло от ареста. То есть, с должности его сняли. Отправлен. Сначала был в Одесский военный округ, а потом его отправили в Уральский военный округ. И Жуков везде поработал. Он хотел быть нужным Сталину. Он выслуживался ради того, что один человек хотел выслужиться. Маршал Победы. Не хотел быть разжалован солдатами. И он выслуживался перед Сталином. Но и со смертью Сталина у Жукова ничего не изменилось. Осенью 1954 года Жуков провел на Тотском полигоне в Оренбургской области масштабные общевойсковые учения, в кавычках, в которых участвовал 50 тысяч солдат и офицеров. Это и был тот самый взрыв атомной бомбой 14 сентября 1954 года. Итак, бунты. Давайте мы просто пройдемся по тому, в каких городах они были. Я вас уверяю, я не смогу назвать вам все города, в которых они были на самом деле. Многие города просто скрыты. На вкладках ролика следующего, где я рассказываю более подробно, я пишу. Муром, бунт, восстание. Город Александров, бунт, восстание. Новочеркасск, Донецк, Одесса, Сунгаид, Криворог, Чемкент. Десятки других городов. 1961-й, Муром. Полторы тысячи рабочих, 1500 человек примерно, отправились на штурм здания МВД. За ним сразу восстал Александров, потому что бомбардировки шли. Ядерная зима наступила. 1961-й год. Ядерная зима наступила по России. А люди не дураки, они поднялись против этого. Итак, Александров. Люди на восстании кричали, мы вам покажем Муром. Позже в город вошли вооруженные батальоны генерал-майора Корычко, которые трудом прекратили волнение. Что это такое? Вы понимаете, да? Как они прекратили волнение? 1962-й год. Восстал народного Черкасска. Об этом у меня есть отдельный ролик. Можете послушать. Это страшное дело. Город за городом начали одновременно восставать. Но Черкасска, Новочеркасска, видите, они уже через год, ровно, 1962-й, значит, бомбардировки продолжались. Но то, что вас не застали, не касалось это, так все разбомбились, все были убиты. И кто остался жив? Друзья, то, что вы не знали, ну, значит, ваши родители не интересовались. А если ваши родители не интересовались, то, значит, соответственно, уровень жизни у вас другой. Итак, Новочеркасск. Далее за ним забастовка рабочего плавучего завода Чернышевский в Охотском море. А затем начались репрессии. И летом дальше пошли забастовки Донецк, Артемьевск, Краматорск, Омск, Кемерово. В Иваново бастовал завод Сельхозмаш и текстильная фабрика. А в Иваново больше ничего нет. Там только два предприятия. Они бастовали, то есть город поднялся. Весь. В Одессе забастовали рабочие порта. Они отказались вообще грузить продовольствие для Кубы, мотивируя тем, что у них у самих нехватка продуктов. Да. У них нехватка продуктов. Одесса. Не стали грузить. А далее пошел 1963 год. 1963. Это следующий год. Значит, бомбежки продолжаются. 1963. Два восстания. Сумгаид. Кривой Рог. В Сумгаидском восстании оно продолжалось три дня. Участвовал якобы 600 человек. Говорят больше. Но знаете, сейчас задним числом кому что нужно доказывать. Важно, что это было массовое восстание. 1964. Восстали в Бронницах. И в том же 1964. Восстал Ставрополь. Тогда в Ставрополе 700 восставших взяли штурмом. РОВД сожгли милицейскую машину. В городе видены войска. Организаторы расстреляны, арестованы. А самым урожайным на народное восстание и беспорядки был 1967 год. В мае город Фрунзе восставший народ штурмом взял РОВД, которым одного из восставших убили менты, забили насмерть. Следующий месяц тот же самый 1967 год. Вы заметили, что в этих городах повторялись восстания. Повторялись. Через год, через два, через три повторялись восстания. 1967 это город Фрунзе. Следующий год 1968 восстал Чимкент. В город вели войска. Соответственно, вы понимаете, что было, когда водятся войска. Расстрелы. А далее тут же Степанакерт. Восстание 2000 человек. Я думаю, там было больше, но уж когда официально объявляют 2000 человек, значит, их было гораздо больше. Неважно, здесь уже причины восстания. Вы понимаете, год за годом это все шли бомбардировки, ковровые бомбардировки России, Советского Союза. Дальше восстает город Прилуки. Следующее восстание. Город Сулуцк. Число бунтовщиков выросло до 5000. Бесчинства усилились. Что можно сказать? Вы сами понимаете, как давятся такие восстания. Следующим. Народные беспорядки в Туле. Уже не рабочие, а народные беспорядки в Туле. 1968. Серьезный бунт в Нальчике. 4 тысячи человек. 4 тысячи человек. Надо понимать, это слишком много. Скорее всего, их было больше, но 4000 это официальная цифра. 1969. Забастовали рабочие автопарки в Кишиневе. 1972. Днепродзержинская революция. Революция. А что вы знаете об этом? 1972 год. Днепродзержинская революция. Рабочие избивали ментов. Пошли на горком. Все окна горкома КПСС перебили камнями. Народ ворвался внутрь. Толпа разделилась на две части. Одна осталась в горкоме, вторая направилась штурмовать ГОВД. Провозглашались призывы. В общем, не буду я говорить о призывах. Друзья, это страшно. Вечером ввели войска. И начались массовые расстрелы и репрессии. Затем идет 1974 год. Народные протесты против КПСС. Город Рубцовск. Алтайский край. 1977 восстал народ Новомосковска. Восстал народ. Не рабочий, а народ. Ну, говорят, их было тысячи человек. Тысячи человек, которые только пошли громить милицию. А всех других было еще больше. В декабре 1977 года бастовали рабочих Каунаса. Затем снова предприятия текстильные города Иваново бастовали. 1980 год. Забастовка рабочих предприятий сельхоз машиностроения город Тарту. 1981 год. Массовые беспорядки в городе Арджиникидзе. Это Чечня. 4,5 тысячи человек участвовал в восстании. 1984 восстал народ Лениногорска. Около тысячи человек штурмом взяли ГОВД и разгромили его. Вы понимаете, что восстание за восстанием? А вы в небо смотрели? А вы смотрели на то, какой снег выпадает? Я жила на Чукотке, у нас выпадал оранжевый снег, желтый. Черный выпадал снег. А нам говорили, это из Африки. Это к нам-то на Чукотку. Из Африки долетели какие-то песчаные бури. А? Где полярный круг, вы знаете? Там Чукотка. И как туда могли из Африки долететь? А вот так, потому что взрывы проводились постоянные над жителями Чукотку. Да Чукотка вся изрыта, избита взрывами. Посмотрите на тундру Чукотки. Она же вся в дырах. Озера? Ну да, озеро на озере, озеро на озере, прямо круглые дырки. Это и есть ковровая бомбардировка. Всех уничтожали. Сколько людей было уничтожено, мы не знаем. Мы не знаем, потому что бомбежки уничтожали огромное количество людей. Но мы не знаем. И мы не можем об этом сейчас даже рассуждать о количестве. Я полагаю, что очень много, очень много. Если вы думаете, что во время Второй мировой войны погибло 100 миллионов человек, больше. Погибло больше. Одни гулаги сколько унесли. Но об этом те, когда нет цифр в руках, можно, конечно, спорить, говорить. Но учитывайте этот факт. Вы не видите карт России. В 90-х годах еще были старые карты России, Советского Союза, где было испещено все городами, городишками, селами, деревнями. Теперь все пусто, ничего нет. Куда они все делись? Все переехали в города? Смешно, а когда я задавала такие вопросы, многие говорили, переехали в города. В какие города переехали? Которых уже и нету? Или полтора миллиарда человек, которые жили на территории России? Полтора миллиарда, больше было. Но на какой-то момент осталось полтора миллиарда. Это на конец, наверное, 19-го века осталось полтора миллиарда. И что вы хотите сказать? Из этих полтора миллиарда все ринулись в Москву и в Питер и там поселились? Не смейтесь, умейте считать. и не смейтесь над своим мышлением, потому что, когда люди так говорят, они, во-первых, не знают, что Россия была густо населена, густо, вся Сибирь была густо населена. Сибирь всю уничтожили, вообще всю. Дороги, разлиновки, все есть в Сибири, но ни одного города не осталось. Там жили тысячи и тысячи миллионов людей, миллионы людей жили в Сибири. Куда они делись? Ну, наверное, прибежали в Москву и в Питер, поселились, как по размышлениям некоторых людей. Да, к сожалению, люди стали неграмотными. Тогда были грамотными, сейчас нет. Что мы можем еще с вами сказать, друзья? Вот послушайте небольшой рассказ, который я до этого записывала. Посмотрите на даты, всегда смотрите даты, когда записано. У меня так много вещей, которые я впервые вношу в интернет, в YouTube, забирают все блогеры, которые шепелявые, которые глупые. Они забирают и потом через года четыре после меня начинают вещать. Если глупому человеку дать умную игрушку, он с ней не сможет даже совладать, потому что видно, что он делает выводы совершенно не те. Я впервые сказала открыто о том, что мы живем в компьютерной игре. в 2016 году, а мне сегодня говорят, что вот один сказал, другой сказал. Да я сказала. 2016 год. Я рассказала о том, что мы живем в компьютерной игре. В 2008 году у меня везде в заголовках моих, допустим, в скайпе стояла жизнь, игра, играйте. Это 2008 год. Я к тому, что все-таки, знаете, когда ума нет, значит, нужно его воровать. Воруют люди, да. Сегодня у нас с вами 25 июня 2024 года. Смотрите, как давно произошли все восстания и все бомбардировки. А что сейчас? А сейчас не так? Что происходит сейчас? Или вы думаете, что это геооружие работает? А может быть, нет? Задумайтесь. Задумайтесь, что происходит с вами сегодня. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. 25 июня 2024 года. 4 марта 2018 года. Я хотела бы затронуть с вами коротко сегодня, не будем долго рассуждать, такую тему, тему ядерной бомбардировки Советского Союза, о которой мы ничего не знаем. Мы знаем только отголоски, которые дошли до нас. Вот сейчас доходят какие-то отрывки, воспоминания, кто-то где-то что-то сказал, но в большей степени мы ведь ничего не знаем. И я получила одно письмо по почте, хочу вам его зачитать. Это в ответ на один из моих материалов, и был он в комментарии, и вот по почте я как бы более полное письмо получила, и хочу вам его прочитать. Здравствуйте, Татьяна. Я родилась в поселке Полысаево, город Ленинск-Кузнецк, Кемеровской области. Сейчас это город Полысаево, то есть города Ленинск-Кузнецк уже не существует, а ведь он был не так давно, но теперь это Полысаево. И в 1961 году мне было всего 5 лет, но хорошо помню, как летом были заморозки и выпадал снег. У нас был свой дом, нас пятеро детей, все живы, мамы и папы уже нет. Дед отца был председателем колхоза до нашего рождения, он был репрессирован в 1937 году по доносу, сейчас уже реабилитирован. Помню, что каждый вечер укрывали грядки и жгли костры в огороде, в магазинах не было продуктов. Вот они когда выезжали в больницу или поликлинику, они это видели, что вообще и в городе, в магазинах тоже не было продуктов. В магазин мы ходили в поселке, в основном за хлебом, когда привозили продукты. Затем наступила зима, и она была лютой, то есть после холодного лета наступила еще и лютая зима. Доходило до 50-60 градусов мороза и выше, до 70 редко. Школы закрывались и все сидели дома, но мы все равно ходили гулять на улицу минут на 15. Языки к санкам примерзали, родители с чайниками их оттаивали, птицы на проводах тоже замерзали, то есть они вылетали, полетать, покушать, но сразу же замерзали на улице и дети их с криками и слезами бежали домой отогревать, но родители говорили, что уже поздно они шли хоронить, а в школах давали молоко, его привозили флягами и заставляли пить школьников и всю округу. Видите, что происходит, да? Вы помните, дети 60-х годов, вы помните, что в школах заставляли пить молоко и это было действительно повсеместно. И вот она здесь упоминает, эта женщина про Норильск и 1949 год и про ядерную ковровую бомбардировку и в 1960 году тоже была такая же бомбардировка. То есть жители Норильска, которые жили в 1949 году, возможно, вы помните, что была такая вот бомбардировка. Ведь в это время в Норильске были гулаги, а вы помните, их нужно было уничтожить. И я знаю, как в Норильске есть музей, где хранятся там один сапог, один ботинок, развалившийся гвоздями, скажем, скрученный или проволокой. Это все я видела тоже. Ну, конечно, жуткое наводит впечатление, но нужно понять, а куда делись все люди из гулагов? Они вот что, вот так в один день все исчезли? Или они подверглись бомбардировки? Их же туда завозили в 30-х годах, а это 49-й. Если в 49-м разбомбили Норильск, то как раз, то как раз их всех и уничтожили. И они все умерли от лучевой болезни. Это тоже очень даже возможно. И вот здесь что самое важное, что эта женщина, которая писала мне письмо, она упоминает 1960-61 год. То есть, если в 60-й год была бомбежка, в 61-м что было? Голод, нехватка продуктов. Или в 61-м тоже была бомбежка. Мы этого сейчас не можем, мы можем только знать и гадать, но мы же помним, мы же помним, что Никита Хрущев поехал и стучал ботинком по трибуне в ООН. Так может быть он вот эту ядерную бомбу, которую готовил на Соединенные Штаты, может быть он сбрасывал у себя, чтобы показать, что он может сделать с американским населением. Может быть он просто это показал на нашем населении. Но давайте не будем далеко ходить, заглянем в Википедию и посмотрим. Набираю я, смотрите, восстание 1961 года. наберите вы у себя в компьютере и найдете восстание 1961 года. И первое выходит массовые беспорядки в Краснодаре 1961 год. Так, дальше мы смотрим массовые беспорядки в Александрове 23-24 июля 1961 год. стихийные волнения в городе Александрове Владимирской области, произошедшие в результате конфликта местных жителей с представителями правоохранительных органов. О чем это говорит? Вы понимаете, почему по всей стране в 61-м году летом прокатились восстания? Почему? Мы должны это понять, почему они прокатились. Дальше читаем массовые беспорядки в Муроме 30 июня 1961 года. Стихийные волнения жителей города Мурома Владимирской области, случившиеся на почве их конфликты с правоохранительными органами. Да? Давайте дальше читаем Муром, Александров, Новочеркасск, Донецк, Одесса, Сумгаи, Кривой Рог, Чекмен и десятки других. Что произошло в 61-м году? Почему? Мы ничего об этом не знаем. Нам вообще ничего об этом не говорят. То есть, понимаете, о Новочеркасске мы еще что-то знаем. В Новочеркасске есть фильм поставленный, посмотрите, фильм, конечно, заставляет задуматься, заставляет задуматься над той жизнью, какой мы жили. Мы же ничего не знаем. А если это действительно, понимаете, сразу в нескольких городах десятки городов. Сразу десятки городов идут волнения. Летом июль, июнь 1961 года. Значит, что-то было точкой бифуркации, тетиву-то спустили, а что это было? Голод, понятно, что голод наступил и зима наступила, и что-то невероятное было, но мы не знаем что. А если мы допустим, что действительно шла ядерная бомбардировка своего населения, но тогда народ и восстал. Народ восстал. 1961 год. А что мы об этом знаем? Мы не знаем о том, что не было абсолютно никаких продуктов в магазинах в 1961 году. Не было продуктов. Мы не знаем, что была бомбежка. Бомбежка была нашего Советского Союза, но не враги же нас бомбили. Войны-то вроде и не было, да? Значит, получается, мы сами себя бомбили, сами на своих жителях испытывали ядерное оружие. Получается так. Ведь не просто так восстали вот эти города. Я еще вас как бы попытаюсь вам рассказать, что такое и какие города это были, да? Давайте посмотрим еще раз. Итак, первый у нас идет Краснодар выпадает. Значит, там было действительно сильное восстание. Дальше идет Александров город. Это 24 июля 1961 года. Женщина мне пишет, что в июле были заморозки. Заморозки после чего появляются летом, после ядерной бомбардировки. Появляются заморозки летом. Можно, конечно, это оспаривать, как угодно. Но я же не для оспаривания. Сейчас вам говорю, смотрите, город Александров, Владимирской области, Муром, 30 июня 1961 года. То есть были взрывы, вот они поочередно. И люди поочередно, то в одном городе, то в другом. Стихийные. Стихийные такие выступления были. И сталкивались они с органами правопорядка, с силовиками. Сталкивались они. Видите, какой еще город у нас здесь? Александров, Новочеркасск, Донецк. Что мы знаем про Донецк? 1961 год, Одесса, Сумгаид, Кривой Рог, Чекмент и десятки других. Почему были эти бунты? Бунты, почему были забастовки? И почему в это время люди были очень жестокие? Вот, скажем, в восстании в Краснодаре, как это написано, в источниках официальных, а источники официальные в десятки раз занижают, как вы понимаете. Вот там участвовало 1300 человек. Ну, где-то еще тоже там порядка тоже тысячи человек, по-моему, в Новочеркасске. Во всяком случае, мы должны понять, что мы не знаем своей истории. А для того, чтобы мы не помнили свою историю, то вот эти все города, которые разбомблены были, они подвергаются жители ликвидации. Вы понимаете, что такое Новочеркасск? Это город, рабочий город. Если там поднялись рабочие, то бунт, как считает власть, нужно подавить. А почему власть давит эти бунты? Скажите, они, во-первых, были голодные бунты, не было продуктов. Это единственное, что мы знаем. Мы не знаем истинной причины. Почему тогда Новочеркасск встал? Почему тут же встал Мором Александров? Почему эти города Одесса, Чекмент, почему они все встали? Они встали все в бунт. И правительство жестоко их давило. Я вот только не знаю, знаете, вот иногда думаю, а кто давил? Это вы что, сыновья давили матерей? Или из Одессы солдат бросали на Новочеркасск, а из Новочеркасска на Одессу? Ну, получается так, как можно было вот этим молодым парням давить? Я думаю, что здесь очень много того, чего мы не знаем. Во всяком случае, есть свидетели того и свидетельства, что в 1961 году нас, наше правительство, наша власть бомбила ядерной бомбардировкой. И вот эти города, которые восстали, они, значит, были зацеплены. Они же не просто так восставали. Давайте думать, присылайте материалы, если у вас есть, будем вместе думать, будем вместе искать, понимаете, может быть, это уже поздно, может быть, мы на краю новой гибели стоим. Однако же нужно открыть самим себе глаза и понять, что не так в нашей жизни, почему мы так живем. и надо сделать все возможное, чтобы дальше не было следующей такой бомбардировки. Я Таня Карацуба Сейдбурхан. Сейдбурхан Сейдбурхан Незавчан